И ПОЗГЛЯЮЩ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПО ОКРУГЕ Кавер Саши Пушнова на песне «Дуся Агрегаты» выпущен, и я, как помогавший этот кавер делать, могу показать вам, что внутри есть интересненького по партиям и как рассуждалось при написании. Вы на канале Нескучный Саунд. Кавер делался бесконтактно-последовательно, то есть мы не сочиняли его с нуля с Саней вдвоём, он, по сути, всё ключевое придумал сам, все основные рифы, все решения по форме, где там куплет-припев, где тихо, где громко, как что будет происходить, записал полностью форму песни барабаны, основные вот эти восьмиструнные гитары злобные, на которых всё держится, и в этой песне, и в общем, в этой группе тоже. Я спел, добавил там какую-то электронику до жира, и прислал мне файл, который уже, в общем, звучит как эта песня. Это припев, это куплет. Риф. Мне нужно было, во-первых, выполнить свою прямую обязанность и записать бас, и сделать всё, что касается гармонического украшения, то есть написать каких-то партий шестострунной гитары, которые этому дадут какого-то там гармонического объёма и разнообразия, и спеть до жиру бэк-вокалов. С электрогитарной партией мне пришлось намного сложнее и дольше, чем это было в кавере на Омск или в кавере на песню про металл из «Малышариков», потому что там музыка сложнее, там богатые гармонии, витиеватые такие мелодии, очень много какого-то разнообразия, оно само по себе течёт какой-то красотой, и ты в гитарной партии просто откликаешься на это, обыгрываешь, там есть что обыграть, это классно. Здесь же песня про Дусю, она катастрофически простая, что неплохо. С точки зрения образа песни это прям классно, потому что она такая медленная, увесистая, прям мощная. Классно придумали, но с точки зрения попыток это разнообразно обыграть, не уходя слишком в какие-то клише, прям жутко, потому что куплет, по сути, это два аккорда и один и тот же риф с одним и тем же ритмическим рисунком и практически одинаковый ритм и у мелодии. И ещё разок. Вот второй аккордик. И обратно. И так вот много-много раз. И припев тоже два аккорда, один из которых, конечно же, тоже тонический. Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат, Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт. Параллельный минор. И ещё раз полное повторение, ну только там мелодия на октаву выше. По этому всему главная цель, которой хотелось добиться электрогитарной партии, это сделать куплеты припев менее похожими друг на друга, чтобы они отличались как бы ладово-гармоническим привкусом, краской. И идти к этому я пытался за счёт того, что разные лады использовал в куплетах-припевах. При певах более простую пентатонику по возможности. И на миноре. А в куплетах, где риф вот такой и мелодия идёт вот эта игра минорной-мажорной терции. Я взял это как ладовую основу. Затем хроматизмы. И тритоны. И вот эти вот траки, традиционные кайфовые въезды. И на субдоминанте тоже. Вот эта история. И вот на таких красках держится куплет. Ну и традиционно, как у такой вот украшающей партии, цель создавать разнообразие, динамику развития внутри куплетов, при этом иметь глобальную драматургию вообще в рамках всех куплетов, чтобы сама эта партия развивалась и шла откуда-то, куда-то, какую-то там мысль тянула вроде бы. Ну и вот в первом куплете её долго нет, а потом с середины в паузе она появляется сразу такой витиеватый фраз. По сути фраза это Микселидийская, блюзовая, там с хроматизмом приход в мажор. Но вместо последней терции взят в неё въезд блюзовый и вместе с тритоном. Получается Дальше возякается вот эти штуки и на ре-мажоре. Соблюдай культуру тела, 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 помни о фигуре, о мускулатуре, И этот бенд тоже с тритоном. Второй куплет начинается с мажорной терции, которая ползёт вниз. Здесь я даже, видите, нарисовал пич, чтобы сымитировать работу рычагом. И потом Здесь такое с грязью. Нисходящий блюзовый бенд, потом восходящий блюзовый бенд и с каким-то ещё мусором, который там вылетает и мне нравится. Затем слова идут про Буги-Вуги. Это из Вечные хроматизмы из серии И здесь Получается Оно гармонически ложится Затем в контраст к этой штуке, где «Штангою качайся» другого рода фраза Пьяненькая такая И затем она же на октаву выше И развитие мотива И дальше переход на чёс по вот этим самым тритонам Что-то в этом духе уже досконально не помню И завышение в итоге Прикол с тритонами, что тритон — это же ровно полоктавы И он перемещается симметрично То есть это у нас Си-Фа А мы можем скользить на Фа-Си В припевах хотелось немножко по-другому подойти Помимо того, что использовать другую ладовую краску Немножко иначе к драматургии относиться То есть чтобы все припевы не были Какой-то историей, в течение которой Гитарист там что-то много-много играет А чтобы каждый припев партия повторялась И она претендовала не на виртуозность А на какую-то хуковость-рифовость Некоторую запоминаемость фраз Хоть они гораздо более сложные, чем Но всё-таки там штука, которая за три припева Ну, по моему замыслу должна Как-то работать и запоминаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вмекся на дабл-треком Ну и утопленный Затем риф вот этот Здесь мудрствовать лукаво Я то ли не захотел, то ли не получилось Но тут, в общем, просто дублировано На две октавы выше И потом Саня попросил сыграть Ещё в средней октаве тоже Чем звонятся по округе Затем идёт расширение рифа Прикольный риф такой С пропущенной сильной долей Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Кайфовый, но он, естественно, гармонически ощущается Как стояние на месте Захотелось ему придать какое-то движение Ну, такое, незамороченное для рока Типа И тут для выразительности Я разложил эти три аккорда Как трёхголосья И каждый голос отдельно сыграл Там с рычагом на гитаре Верхний, нижний Средний И верхний Вместе они И в контексте Дальше припев Где похожая история с голосами Ясно Выход на припев И на припев Здесь у гитары ничего не меняется Тут меняется у баса Но к басу дойдём ещё И самый конец Где последний раз играет эта штука Здесь шестиструнка не играет с ними Она играет опять Вот это вот тональное скольжение Вот такая партия И вся она За исключением вот Небольшого фрагмента С трёхголосьем Написано так Что её можно играть Живьём На концертах Что Миша Жучков И делает Обычно он ещё Себе придумывает Где-нибудь соло С быстрыми Много нот Вот это всё то Что я совсем не умею Такое соло у него в Омске В Малышариках А здесь песня Видимо потому что Длинная получилась Начальник сказал Что не будет здесь гитарного соло Так что вот на этом всё с гитарой Бас-гитара В таких аранжировках Основанных на восьмиструнных гитарах Перегруженных Играющих в самом своём низу На восьмой струне А это по сути Так же низко Как четырёхструнная бас-гитара И лишь чуть-чуть повыше Чем бас-гитара пятиструнная На которой я в этой группе играю И получается Что когда ты должен написать Партию бас-гитары С одной стороны Это очень просто Потому что она уже написана Вот они играют Эти гитары По сути басовую партию Нечего выдумывать С другой стороны Очень сложно Потому что хочется придумать Что-то классное Интересное И прости господи Заметное Вечная трабла Бас-гитарицев Что никто же не слышит Что мы делаем А хочется Чтобы услышали А тут ты скован Потому что ты не можешь В таком низище Не играть с этими гитарами В этой тесситуре Нельзя играть Никакие интервалы Какие-то терции Кварты Работают по сути Унисоны и октавы И получается Что у тебя 90% партии Уже предопределено Остаются какие-то дырки Отдельные моменты Где гитара уходит повыше Где ты думаешь Что бы такое Интересное придумать Но надо еще Песне не помешать Вокалу Другим партиям И так далее И вот по всей песне От начала до конца Есть много-много Маленьких точечек Где я могу На басу Что-то Осмысленное сыграть Выводя его На полупередний план И мне нужно Грамотно Распределить Вот эти события И я ограничен Здравым смыслом Чтобы это не было Too much Ограничен Своими техническими Возможностями Что я могу Что я не могу Ограничен тем Чтобы у этого была Какая-то драматургия Опять же Чтобы развивалось оно Если я в первом же Куплете Во всех дырках Понаваляю Очень много Максимум того Что я могу То дальше Я уже ничего не могу Устроить Никакое развитие Поэтому все Очень постепенно Здесь вот В басовой партии Видно Оранжевым цветом Вот просто Партия Которая дублирует гитару Зеленым цветом Какие-то Нововведения Начинается Все суперскромно Просто Слайдик Потом Слайдик Слайдик Посложнее Потом Потом Слайдик Маленький Это малозначимо Потом Ничего Долго Нет И потом Штука Подлиннее Когда Куплет Повторяется Я Перехожу При певе Ничего нет До середины Где Вместе Вместе с вокалом И это же гитары Играют Здесь такое Тутти Сочетание Припев заканчивается В конце припева Вот С этого куплета Начинаю я иногда Играть Вместе с гитарой Штуки Сочетающиеся На последней Буги-вуги Штанкой И вот Самая длинная Отдельная От всех Фраза На басу В конце Куплета В дропе Просто Низ Ничего хитрого И в последнем Припеве Партия баса Меняется Опять же Я начинаю Иногда Играть Вместе С гитарой Здесь сначала В унисон Ну в октаву А потом Здесь По такому же Мотиву Но я прихожу К фа И здесь Вот это Быстрое Оно Нифига В миксе Не читается Но вообще То там То что Играет Гитара И еще ближе И все До коды И остаются Бэк-вокалы Я спросил у Сани Какие ему нужны Те, которые Звучат Как будто бы Вот вместе с тобой Поет какой-то зелков Или утилитарные Которые Не сильно заметны Но уплотняют Звучание вокала Основного Он сказал Что нужно второе Второе я и делал Хотя в таком Нагруженном Миксе Запрессованном В общем Не сложно Сделать Утопленный Вокал Чтобы такие Незаметные Вокалы Сделать Основная Задача Это Артикуляционно И ритмически Нужно очень хорошо Совпадать С основным Вокалом И здесь К счастью Это не сложно Потому что Саня прям Та-та-та-та-та-та-та Супер ритмично Очень все Предсказуемо По ритмике По артикуляции И я просто Навалил Гору даблов Разного Звукоизвлечения И такой И такой Такой Спетая разным Звукоизвлечением Бэк-вокалы Они Превращаются Не в Такую Сказочно Хрусящую Пачку А Именно От каждого Из них Какие-то частоты Торчат в миксе И Докладываются Если правильно Балансы подобрать К основному вокалу Здесь вот интервал Здесь вот я играю На этой терции Агрегат Затем тут Немножечко Зла И все Вместе Тут вот Множество следов Стретчинга Где я не попадал Артикуляционно Я подгонял их Один под другой Чтобы это не превращалось Просто в бардак Вот вторая половина припева Где начинается пение На октаву вверх Там вот такое Похожее, но чуть другое Такое Такое Та же терция, только выше И в конце Там, где гитара Делает постепенный бэнд вверх Тут все дружно Прибавляй 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 И тут еще внизу Давай, давай Дуся, эх Дуся, прибавляй Я тут нахимозил Так низко, естественно Я петь не могу Я пел выше Потом опускал И вот это место Я прям тащусь Как оно в сумме звучит Вот этот слайд В конце Вместе с гитарами Теперь это делаем Тише И в миксе Должно звучать Как будто поет один бушной Просто он большой Убираем Убираем И нет ощущения, что пропал хор Ощущение есть, что пропал объем Дуся, прижимай Давай, давай Дуся, эх Дуся, прибавляй Это здесь плюс к Санинам этим Мои такие Затем в самом конце Второго куплета Дуся, суперменка Это очень красивая штука Но, конечно, в миксе ее не слышно Нифига Дуся, суперменка Ты агрегат Дуся, ты Дуся, агрегат Ты агрегат Так, и здесь вот в провале Где гитары играют Пам-па-пам Здесь это же Агрегат Оно там слышнеется слегка в миксе, да? Дуся, мы сто киловат Ты агрегат Вот и все Что я сделал Спасибо вам за просмотр Надеюсь, что понравилось А может быть даже и пригодится И смотрите Мне самому это все Очень интересно нравится Особенно с тех пор Как я занимаюсь этим Не по долгу службы А, так сказать По зову сердца По дружбе Но мне очень сложно оценить Насколько оно На самом деле Интересно, увлекательно И нужно Со стороны Так что Если оно для вас Вдруг таково То вы пишите В комментариях Массово Я же могу Без особых проблем Разобрать предыдущие Два кавера Пушнова Которые делал Свои песни могу разбирать Песни моих друзей Когда я их Изредка делаю У меня, конечно Нет работы Над коммерческими Суперхитами К сожалению А точнее К счастью Но чем я богат Тем могу быть Рад Спасибо всем Кто меня поддерживает Словом Лайком Шером Шубшкрибом Рублем Молитвой Будьте, пожалуйста, здоровы Любите, пожалуйста, музыку И творите, пожалуйста Вокруг себя мир Настолько широко Насколько духу хватает Это нам всем Пригодится Чтобы быть До встречи В следующих видео Пока